Великобритания 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 В настоящее время он почетный профессор, и я уже сказал, это один из создателей квантовой электродинамики, вообще квантовой теории поля, той области науки, которая описывает физику элементарных частиц, прекрасно подтвержденную экспериментом. В частности, в 1949 году им было показано, что различные формулировки квантовой теории поля, квантовой электродинамики тогда, которые были предложены Томонагой, независимым Швингером и Фейнманом, что эти формулировки на самом деле описывают одну и ту же теорию, и таким образом была сформулирована квантовая электродинамика. Разумеется, его вклад велик и в теорию перенормировок, такой есть технический термин в этой области науки, но о уравнении Дайсона и Швингера тоже известно, они вовсю используются и по сегодняшний день, это один из краеугольных камней квантовой теории поля. Можно сказать, что у него научные интересы были очень широки в то время и позже, он занимался и теорией конденсированного состояния, ферромагнетизмом, работал в астрофизике, в биологии, есть известные работы по чистой математике, Ну и, как многим в то время, ему довелось работать над различными аспектами использования атомной энергии. Ну, может быть, среди современных, так сказать, современной молодежи Фриман Дайсон известен в том числе и, может быть, в большей степени как философ, как теоретик поиска внеземных цивилизаций, как теоретик исследования космоса. Он автор многочисленных популярных книг о науке, об ученых, об их роли в обществе. Надо сказать, что всегда, я не первый раз слышу доклад и буду слушать доклад Фримана Дайсона, надо сказать, что всегда его идеи в высшей степени оригинальны, интересны и, ну, в хорошем смысле, провокационны. Ну, заканчивая с представлением, я должен сказать, что с 1952 года он член Королевского общества Великобритании, Royal Society, он Fellow, член Американского физического общества, член Национальной академии наук США, он имеет многочисленные премии, награды, почетные звания многих университетов, ну, в частности, в нашей стране ему была присуждена премия имени Померчука в 2003 году. Так что я с большим удовольствием приглашаю вас выслушать эту лекцию. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 Биомасса потребляет некую долю углерода. Мы не знаем, сколько именно потребляет она углерода, потому что увеличение или снижение потребления углерода зависит от биомассы. Под биомассы мы понимаем все живущие существа и также живые организмы на суши и воде. Итак, мы говорим о биомассе, которая покрывает половину нашей земной поверхности. И она потребляет тот углерод, который находится в атмосфере. Итак, ежегодно происходит увеличение на 1 мм в год. Если происходит обмен между углеродом в атмосфере и углеродом в почве, для того чтобы уменьшить или прекратить увеличение углерода в атмосфере, необходимо увеличить потребление углерода в почве. В целом, это может быть максимум не более трети. Если использовать, например, непахотный способ выращивания растений, то это тоже может привести к увеличению потребления углерода биомассы. Но если мы используем генную инженерию для увеличения соотношения корневой системы и надземной части растений, то потребление углерода может увеличиться. Двойки углерода, выбрасываемые в атмосферу, вызывают проблемы с метеорологией и с изменением климата. Ученые создают различные компьютерные модели, но все они оказываются несостоятельными. Потому что мы не можем, конечно, подсчитать, сколько же биомасса потребляет углерода в конечном итоге. Но один из возможных результатов следующий – Китай, развивающаяся экономическая система, активно использующая каменный уголь. И Соединенные Штаты – страна, которая должна в большей степени использовать свои почвенные ресурсы. Энергетические ресурсы страны могут быть ограничены, но то количество углерода, которое может аккумулироваться в почвенном слое, не ограничено. Как мне кажется, есть такая возможность, что Китай станет богатой страной, сжигая угол, а Америка станет своего рода климатическим, экологическим праведником, расширяя свои пахотные угодья и увеличивая биомассу. Благодаря атмосферным потокам, выбросы углерода будут транспортироваться на территорию США и аккумулироваться в почвенном слое США. Мы говорим о климатических изменениях, которые связаны с ископаемыми топливными. Но заглянем в будущее лет на 50 вперед, и мне кажется, генинженерия займет достойное место. Еще 50 лет назад казалось, что компьютерные технологии не могут быть развиты настолько сильно, насколько они развиты сейчас. Каждый раз, когда мы говорим о климатических изменениях, мне поражают то, какие пробелы в знаниях характерны для всех нас. И делают все наши теории несостоятельными. В общем-то, все теории планетарной экологии несостоятельны. И мы их плохо понимаем. Их необходимо понимать лучше, прежде чем мы начнем говорить о действительном состоянии планеты. Когда мы заботимся, например, о каком-то пациенте, мы знаем, что мы должны хорошо диагностировать его заболевание, прежде чем мы можем начать его лечение. То же самое необходимо сказать и биосфер. Избыток двойкися углерода в атмосфере имеет последствия. Первое – климатическое, а второе – не климатическое. Во-первых, происходит изменение транспортировки теплового источника энергии. И мы говорим об относительной важности воздействия на физику и на физическую сторону. Это приведет к изменению количества выпадающих осадков и, может быть, направлению ветра, силы ветра. И, может быть, приведет к изменению климата, но важно человеческое состояние, гуманистическое состояние, потому что очень часто в силу вступает также прониковый эффект. Мы говорим о том, что прониковый эффект больше всего проявляется там, где холодно, а не там, где тепло. Концентрация двойкися кислорода проявляется там, где холодно и сухо, то есть в Антарктике, а не там, где тепло. И скорее видно ночью, а не днем. И потепление действительно проявляется. И скорее за счет этого нагреваются холодные места, а не жаркие места становятся еще теплее. И есть некое соотношение повышения и понижения температуры. И можно говорить о неком среднем повышении. Для биологии последствия важны. Поле, кукурузное поле или любой другой культуры в течение пяти минут использует практически весь двокись углерода в районе одного метра от поверхности Земли. И, как мы знаем, двокись углерода необходимы растениям для роста. Каждое лето происходит потребление двокись углерода и выделение ее обратно в атмосферу осенью, потому что листья опадают и растения отмирают. Есть пять. Можно говорить о пяти резервуарах углерода, если не считать, не учитывать углерод, который находится в карбонатных породах и который аккумулируется там в течение многих веков. Итак, углерод аккумулируется в атмосфере, в земле, в почве, на поверхности океана, там, где произрастают растения океанические. И также доказаны запасы углеводородов. И мы, конечно, больше всего имеем представление об ископаемом топливе, и там углерода значительно больше. Мы должны понимать каждую из этих составляющих хорошо, чтобы судить об этом. Мы считаем, что улучшение агротехнических приемов может привести к увеличению почвенного слоя и потреблению углерода на несколько миллиардов тонн в год. Технические дискуссии, которые велись, свидетелем которых я был, в принципе, выпускают самое важное. Я бы сказала, что это религиозное упущение, а не научное. Есть некая светская наука, которая занимается экологией и окружающей средой. И мы расхлюбываем грехи нашей роскошной жизни. А если жить по средствам, то жизнь изменится. Дети в школе, в детском саду и везде в Америке должны знать об этом. Необходимо исповедовать какой-то очень здравый подход. Экологи, экономисты где-то могут найти какую-то среднюю точку соприкосновения даже с христианскими богословами. Сойтись, например, на том, что сохранение всего жилого – это хорошо. Но самое важное – это высокие моральные цены. И это то, чем должно руководствоваться общество. Если сохранение экологии и окружающей среды – это светская религия, то мы должны все разделять ее убеждения. И она никому не принесет вреда. К сожалению, движение за сохранение окружающей среды стало придерживаться убеждения, что глобальное потепление является наибольшей угрозой. Именно поэтому доводы относительно этого стали наиболее жаркими. И споры стали наиболее жаркими. Итак, глобальное потепление является главным врагом нашей окружающей среды. А скептики, типа меня, считают, что самое важное – убедить общественность в обратном. Многие скептики – очень ярые поборники окружающей среды. Они видят, что происходит своего рода умопомрачение, связанное с глобальным потеплением. И все вытвердят о опасности. Но мы забываем о реальных опасностях для окружающей среды. Например, неконтролируемый рост народонаселения. Но все хотят жить благополучно. И вместе с тем мы наблюдаем падение рождаемости в некоторых местах. В второй половине XX века наблюдалось увеличение рождаемости в Мексике вместе с улучшением благосостояния страны. В некоторых частях Италии, наоборот, происходит кардинальное сокращение народонаселения. Самый быстрый способ урегулировать этот вопрос – это сделать богатыми все страны. Мы знаем, что есть регионы, где падает народонаселение. И мы не можем сказать вместе с тем, что у них очень хорошее состояние экологии. Но, во-первых, накорми, а потом уже говори о морали. И самое плохое, что происходит с окружающей средой – это то, что все увеличивается число бедных. Когда правительство Индии и Китая начали борьбу с бедностью, и поставили это в главу угла, то они были правы и с моральной, и с научной точки зрения. Итак, достаточно на счет первой ереси, касающейся глобального потепления. Вторая моя ереса – это тайна влажной Сахары. Это тайна, которая всегда меня завораживала. Во многих местах пустыни Сахара, которая сейчас и сушеная, и безлюдная, мы находим наскальные росписи, на которых изобращены люди со стадами скота. Эти росписи многочисленны и поражают высоким уровнем своего художественного мастерства. Они сравнимы с росписями в пещерах Франции и Испании, которые более знамениты. Сахарские росписи более близки к нам по времени, чем эти пещерные росписи. Они представляют большое разнообразие стилей и, вероятно, создавались в течение нескольких тысячелетий. Самые последние из них показывают египетское влияние и, должно быть, были современные наиболее древним египетским памятником в гробницах. Анри Лот, свои книги в поисках фрессах Тастиля, показывают, дают чудесную репродукцию 50 этих росписей. Лучшие из росписей, на которых мы видим домашних животных, были созданы где-то 6 тысяч лет назад. Это убедительная доказательство того, что Сахара в те времена была влажной. Было достаточно дождя, чтобы могли выживать стада коров и жирафов, которые питались травой и ветвями деревьев. Были также бегемоты и слоны. Сахара в те времена должна была быть похожа на современные Серенгетия. В то же время, приблизительно 6 тысяч лет назад, в Северной Европе существовали листопадные леса, также и на севере России, там, где существует сейчас только хвойная тайга. Это доказывает, что климат на далеком севере был значительно более мягким, чем сегодня. В горных долинах Швейцарии росли деревья, а сегодня эти долины заполнены знаменитыми ледниками. Эти ледники сейчас сокращаются в объеме, но они были значительно меньше 6 тысяч лет назад, чем они, чем сегодня. 6 тысяч лет назад был самый теплый, самый влажный период межледникового периода, который начался где-то 12 тысяч лет назад, по окончании последнего ледникового периода. Мне бы хотелось задать два вопроса. Во-первых, если мы позволим по содержанию углекислого газа в атмосфере увеличиваться, достигнем ли мы того, что климат будет таким же, как 6 тысяч лет назад, когда Сахара была влажной? И второй, если у нас будет выбор между климатом, какой мы имеем сегодня, и сухой Сахарой, с одной стороны, и климатом, который существовал 6 тысяч лет назад, когда Сахара была влажной, какой, выберем ли мы сегодняшний климат? И моя третья ересь отвечает, да, на первый вопрос и нет. На второй, она гласит, что теплый климат 6 тысяч лет назад, когда Сахара была влажной, необходимо предпочесть тому, который существует сейчас, и что рост содержания углекислого газа в атмосфере может помочь вернуть его. Я не говорю, что эта ересь правильна, я только говорю, что было бы не вредно подумать об этом. И моя следующая ересь – это одомашнивание, так сказать, биотехнологии. 50 лет назад в Принстонском университете я наблюдал за математиком Джоном фон Нейманом, который тогда создавал первый электронный компьютер, работавший на инструкциях, подававшихся в него в кодированном виде. Фон Нейман не изобрел электронный компьютер. Этот компьютер, который назывался ЭНИАК, работал в Пенсильванском университете уже 5 лет до того. Это Нейман, благодаря сочетанию электронных машин и перфокарт, эта машина могла предсказывать погоду, симулировать эволюцию популяции живых существ и проверять эффективность водородных бомб. Фон Нейман понимал, что это изобретение изменит мир. Он понимал, что оно будет играть величайшую роль в развитии науки, коммерции и управления государствами. Но он представлял себе, что компьютеры всегда будут большими и централизованными, и будут работать в крупных лабораториях. Он не знал, что компьютеры станут достаточно маленькими и дешевыми, что ими начнут пользоваться домохозяйки для расчета своих налогов или дети, чтобы готовить уроки. Он не смог предсказать, что компьютеры станут игрушками для трехлетних детей. Он совершенно не мог представить себе, что компьютерные игры станут одной из господствующих черт жизни в 21-м столетии. Поскольку созданы эти игры, то теперь наши внуки растут с неистребимой зависимостью от этих игр. В здоровье и в болезни, в горе и в радости, до того, как смерть разлучит их, люди и компьютеры соединены сейчас более прочно, чем супруги. Какое отношение имеет эта история компьютеров фон Неймана и эволюции компьютерных игр к биотехнологиям? Просто я хочу сказать, что Нейман представлял себе компьютеры как крупные централизованные объекты. А мы сегодня представляем себе генную инженерию как деятельность, которую осуществляют крупные фармацевтические и сельскохозяйственные корпорации, такие как Монсанто. Публика недоверенно относится к Монсанто, поскольку Монсанто любит вставлять гены ядовитых пестицидов в пищевые и сельскохозяйственные культуры. Так же, как мы не доверяли фон Нейману, поскольку фон Нейман любил использовать компьютеры для создания водородных бомб. По всей вероятности, гена инженерия останется непопулярной и будет вызывать большие споры до тех пор, пока она будет представлять собой централизованный вид деятельности крупных корпораций. Но я представляю себе блестящее будущее для биотехнической отрасли, когда она пойдет по тому же пути, что и компьютерная отрасль, по пути которой не смог предсказать фон Нейман. То есть, станет достаточно маленькой и ручной, чтобы можно было использовать ее дома. Уже первый шаг в этом направлении был сделан недавно, когда генетически измененные тропические рыбки с яркими и необычными красками появились в зоомагазинах. Чтобы биотехнология вошла в каждый дом, необходимо сделать ее удобной для использования. Недавно я был с большим удовольствием на самой большой выставке цветов в мире, на филадельфийской цветочной выставке, где лучшие цветоводы мира показывают свои достижения. Я также побывал в Сан-Диего на другой выставке, где люди, пресмыкающихся, показывают их публике. Итак, лучшие цветы мира можно увидеть в Филадельфии, а лучших змеев и ящериц в Сан-Диего. И самая большая трудность для дедушки, который с внуком пошел на выставку пресмыкающихся, это уйти и не купить при этом змею. Каждая орхидея, каждая роза, каждая ящерица, каждая змея – это плод труда упорного и любящего свое дело человека. Тысячи людей, любителей и профессионалы посвящают свою жизнь этой работе. Теперь представьте себе, что будет, когда инструменты генной инженерии станут доступными всем этим людям. Появятся наборы «Сделай сам» для садовников, которые будут использовать генную инженерию для того, чтобы разводить новые сорта роз и орхидей. Появятся также наборы для любителей голубей и попугаев, ящериц и змей, для того, чтобы вводить новые сорта домашних любимцев. Те, кто разводит собак и кошек, так же получат в своем распоряжении специальные инструменты. Генная инженерия, когда она попадет в руки домохозяек и детей, приведет их к взрыву в развитии разнообразия новых живых существ, которые заменят собой монокультуры, разводимые крупными корпорациями. Новые клеточные родословные распространятся, заменяя собой монокультурное сельское хозяйство и те, которые были уничтожены монокультурным сельским хозяйством и промышленным развитием. Такая деятельность станет новым видом искусства, таким же творческим, как скульптура или, допустим, живопись. И благодаря этому появятся новые разнообразные представители флоры и фауны. Окончательным шагом для того, чтобы биотехнологии обошли в каждый дом, станут биотехнологические игры, когда дети начнут играть не с изображением на экране компьютера, а с настоящими яйцами или семенами. Играя в такие игры, дети будут сродняться с теми организмами, которые они будут выводить. Победителем может стать ребенок, который выведет самый колючий кактус, или ребенок из яйца, которого вылупится самый симпатичный динозавр. Эти игры будут, конечно, создавать большой беспорядок и, возможно, будут опасны. Поэтому понадобится вводить много различных правил и правовых норм для того, чтобы защитить детей и окружающих. Наконец, если биотехнология является важнейшим событием будущего, надо задать себе важные вопросы. Во-первых, можно ли ее остановить? Второе, надо ли ее остановить? Третье, если остановить невозможно или нежелательно, то каковы те пределы, которые общество должно установить для ее развития? В-четвертых, как должны быть определены эти пределы? Пять, как можно добиться их выполнения, как в рамках отдельной страны, так и на международном уровне? Рассматривая каждый из этих вопросов, было бы полезно не забывать об аналогии между компьютерной технологией и биотехнологией. Большинство людей, которые используют биотехнологию для того, чтобы причинять вред, это, наверное, будут разного рода мелочи, типа тех пользователей компьютеров, которые создают компьютерные вирусы. Однако, с другой стороны, есть большая разница между компьютерным вирусом и настоящим вирусом, например, вирусом гриппа или ВИЧ. Если мы позволим детям играть с розами и змеями, мы должны запретить им играть с вирусами. Вот, достаточно, наверное, о биологии. Моя следующая, четвертая ересь, касается также биологии. Она касается... Это биология открытого кода. Согласно ей, если, скажем, биологический материал можно будет распространять так же, как компьютерное программное обеспечение, бесплатно, то резко ускорится эволюция. Карл Восс является крупнейшим специалистом в области токсономии микробов. Он исследовал родословную микробов, выявляя сходства и различия между их геномами. Он обнаружил, или, точнее, открыл крупную структуру древа жизни, на котором все живые существа происходят из трех древнейших ветвей. Он написал вызывающие споры, возможно, но в то же время проливающие новый свет на биологию статью под названием «Новая биология для нового века», которая была опубликована в журнале Microbiology and Molecular Biology Reviews в июне 2004 года. Главная тема заключается в том, что редукционистская биология последнего столетия устарела, и что сейчас биология должна быть основана на сообществах и экосистемах, а не на генах и молекулах. Помимо главной темы, он поднимает еще один важный вопрос. Когда началась дарвиновская эволюция? Под дарвиновской эволюцией он понимает ту эволюцию, как ее понимал Дарвин, основанную на соперничестве за выживание между нескрещивающимися видами. Он представляет доказательства того, что дарвиновская эволюция началась не с разусства над появлением жизни. Сравнение генов древних живых существ показывает, что существовал массовый перенос генетической информации из одной родословной к другой. И он назвал это процессом горизонтального переноса генов. И этот процесс становится все более интенсивным по мере того, как вы углубляетесь в прошлое. То, что пишет Карл Возе, даже в гипотетическом плане, необходимо принимать всерьез. В его статье о новой биологии он постулирует золотой век до дарвиновской жизни, когда горизонтальный перенос генов был универсальным и не существовало отдельных видов. Жизнь тогда представляла собой сообщество клеток различного рода, которые делились друг с другом информацией. Поэтому какие-то хитроумные химические приемы и каталитические процессы, изобретенные одним существом, могли быть унаследованы всеми. Эволюция была коллективным действием. Все сообщество развивалось в своей метаболической и репродуктивной эффективности по мере того, как происходил обмен генами наиболее эффективных клеток. Эволюция могла быть быстрой, поскольку новые химические приемы могли развиваться одновременно в клетках различного вида, работающих параллельно. И затем вновь собираться в единой клетке путем горизонтального переноса генов. Но однажды, в один печальный день, одна клетка, которая напоминала примитивную бактерию, оказалась на один скачок впереди своих соседей. И эта клетка, подобно Биллу Гейтсу, через многие миллиарды лет в будущем, отказалась делиться со своими ближними. И, используя свои преимущества, она начала развиваться отдельно и процветать, в то время как остальное сообщество продолжало свою коллективную жизнь. Еще через несколько миллионов лет еще одна клетка отделилась от сообщества и стала вторым видом. И так продолжалось до тех пор, пока от сообщества ничего не осталось. И вся, ну может быть, кроме вирусов, и вся жизнь, все живые организмы были разделены на виды. Так началась Дарвиновская интерлюдия. Теперь, через три миллиарда лет... И вот, теперь и через три миллиарда лет Дарвиновская интерлюдия закончилась. Можно поделить ее на два периода между горизонтальным генным переносом. Эпоха Дарвиновской эволюции, основанная на соревновательности видов, закончилась примерно 10 тысяч лет назад, когда единственный вид, хомо сапиенс, начал доминировать и реорганизовывать биосферу. С тех пор культурная эволюция заменила собой биологическую эволюцию. И культурная эволюция не является Дарвиновской. Культура распространяется в горизонтальном плане. Также и культурная эволюция происходит значительно быстрее, в тысячи раз быстрее, чем Дарвиновская эволюция. Это то, что мы называем глобализацией. И теперь, в последние 30 лет, хомо сапиенс возобновил древнюю, преддарвиновскую практику горизонтального генного переноса, перенося гены из микробов в растения и животных, и размывая таким образом границы между различными видами. Мы движемся очень быстро в постдарвиновскую эру, когда виды уже больше не будут существовать. Мы будем руководствоваться принципами сообщества с открытым кодом. И именно этим будем руководствоваться. Это, собственно, и есть моя пятая ересь. Это не может не отразиться на нашей жизни, на второй половине XXI века. Так же, как компьютеры не могли не отразиться на жизни во второй половине XX века. Это то, что будет способствовать распространению благосостояния более-менее равное по всему миру. Так же, как распространяется солнечный свет. Это никак не связано с теми заблуждениями, которые связаны с этаноловыми программами и так далее. Мы понимаем, что этанол не сокращает, на самом деле, загрязнение окружающей среды и увеличивает стоимость Земли. Массовые биотехнологии будут править миром и кардинальным образом изменят правила игры. Итак, моя последняя ересь – ядерное оружие. Потому что, как мне кажется, это самая важная проблема. В пятой ереси говорится о том, что моя ересь гласит о том, что самая важная, самая большая угроза – это ядерное оружие. Я поставила ее последней по очереди, но для меня она является приоритетной. Я говорила об этом и десятки лет назад, и говорю до сих пор. Потому что изменения, которые происходили в последние 25 лет, были кардинальными. Некоторые были к лучшему, некоторые к лучшему. К лучшему изменения были следующими. Это мирный распад Советского Союза. Самое плохое изменение, о котором я тоже не мечтала, – это запуск Соединенным Штатам, запускной программы, направленной на предотвращение войны. И самое важное, что касается ядерных оружий, – это то, что мало что можно изменить в этой области на самом деле. Мы спорим активно об этом, есть ли ядерное оружие у Ирана, Пакистана или Кореи, то, что называют странными изгоями, и вдруг ядерное оружие будет в руках у террористов, например, у Алкаида. И при этом говорят о проблеме распространения ядерного оружия. Да, действительно, это проблема уже 50 лет. Но это не та проблема, которую мы можем решить сами по себе, с собственными усилиями. Для нас проблема в том, что это собственное оружие. Мы, у нас, у самих примерно 10 тысяч ядерных боеголовок, это достаточно для того, чтобы уничтожить человечество. У Российской Федерации примерно столько же, я думаю, у других стран меньше. И это огромное сосредоточение ядерного оружия может принести необратимый урон всему миру, даже если лишь небольшая часть боя доступна Ирану, Ираку или другим странам изгоя. Я не забуду то время, когда я зашел в одну из... воспитательных ангар, и увидел около 40 водородных бомб, лежащих там. И я подумал, вот их столько здесь лежит, а вдруг не заметят, если одну или две просто утащат. Наша безалаберность — это наша беда. Можно говорить о ядерном оружии двояко. Можно говорить о религии, о морали, о том, что это уникальное оружие, оружие геноцида, можно сказать. И наши священные обязанности избавятся об этом. А можно говорить с точки зрения военного регулирования, практической точки зрения. Я не буду говорить о религиозных соображениях. Я думаю, что многие слышали о вас, о рассуждениях моралистов и о том, что это аморально использовать ядерное оружие. Как мне кажется, я должна убедить вас в том, что ядерное оружие бесполезно для победы войны. Мы не просто должны остановить Иран, Ирак или Корею в их поисках новых форм ядерного оружия. Это бесполезно для новых военных целей. Дело в том, что невозможно выиграть войну против бедных стран, потому что не там располагаются какие-то самые интересные объекты для бомбардировок в богатых странах. И это то, что поражает ненависть. Но это не способ выиграть войну. Как мне кажется, основной целью нашей внешней политики – это просто избавиться от всего ядерного оружия. Мы должны понимать, что избавиться – это некое заблуждение, это невозможно. Ведь мы не все друзья друг к другу где-нибудь припрячем пару-троечку боеголовок за кордоном. Но вместе с тем не так легко спрятать эти боеголовки. Когда мы говорим об избавлении от ядерного оружия, это речь идет о запрещении ядерного оружия. И запрещении биологического оружия тоже. То есть, все оружие не должно быть спрятано. Но мы должны знать, что собственное оружие, оружие нашей страны уничтожено. И только в таком случае мы сможем сделать мир безопаснее. Основные цели, основные объекты – это, например, носители боеголовок. И уничтожив эти объекты, мы можем в том числе и уменьшить опасность войны. Например, еще одну войну в Персидском заливе. Это возможно либо в одностороннем порядке, либо в ходе многосторонних переговоров. Уже оба способа использовались в той или иной степени последние 50 лет. Несколько исторических примеров. В 1963 году, когда я работал в американском агентстве по контроль за разоружением, мы работали на проблеме создания самой большой водородной бомбы. Советский Союз тоже работал над этой проблемой. Мы боялись, что следующим этапом гонки вооружения будет гигатонная бомба, которая будет эквивалентом нескольких ядерных боеголовок. Эта гигатонная бомба может разрушить город огромными цунами. Президент Кеннеди и генсек Хрущев положили конец этому безумию и поняли, что подземные испытания возможны, но не более 10 мегатонн. Потом началось еще одно направление, направление развития бомб меньшего размера. Но, как мне кажется, Хрущев и Кеннеди упустили шанс вообще запретить любые испытания ядерного оружия. Еще один пример – это запрещение, полная отмена биологического оружия, которое произошло в 1969 году президентом Никсена. Это произошло достаточно тихо и мерно. Никакого не было, не было никаких международных переговоров, не было никакого ратификационного процесса. Оппоненты этого решения просто не имели никаких шансов возражать. потому как не было никакой процедуры. Просто Никсена объявила о том, что на всей территории США любые формы биологического оружия запрещены и будут уничтожены, подлежат уничтожению. И это произошло. Мэтью, один из ведущих специалистов в области биооружия, Мисселсон, убедил Киссенджера в том, что необходимо биологическое оружие. Киссенджер убедил Никсена. Те, кто отвечал за биологическое оружие, задали вопрос, каковы именно ваши планы. Генералы признали, что даже если на нас будет обращено биологическое оружие, в принципе, у нас нет никаких конкретных планов по использованию собственного биологического оружия в ответ. И так, собственно, и появилось с точки зрения того, что собственное биологическое оружие бесполезно. После шага сделанного Никсена была принята международная конвенция, объявившая биологическое оружие незаконным, и СССР подписал эту конвенцию также. Но, как мы знаем, СССР все-таки втайне продолжал свою программу биологического оружия. Советская программа оставалась тайной многие годы, при этом не размещалось биологическое оружие. Мы знаем, угроза существует до сих пор, но она была бы значительно больше, если бы у США сохранялась эта программа, и если бы нашим биологическим оружием воспользовались террористические силы. Еще один исторический факт. В 1986 году президент Рейган и генсек Горбачев встретились в Рейк-Явике по проблеме контроля обычного вооружения. Было предложено также избавиться от всего ядерного оружия. У Горбачева были сомнения. Оба руководителя страны уединились и очень близко подошли к мысли о том, что необходимо отказаться от всего ядерного оружия. Но они не смогли это сделать. Во-первых, у них были официальные советники, которые ужасались от возможных каких-то кардинальных изменений, которые будут возникнуть в результате. Во-вторых, развертывание системы ПРО, которая должна была бы быть свернута в этой связи. И Горбачев понимал, что эта система из-за защищающей может быть преображена, воспользована в качестве наступающей силы. Но, как мы знаем, оба лидера не воспользовались этим историческим моментом, который бы изменил весь ход истории. Еще один исторический момент, который произошел в 1991 году, когда старший Джордж Бурш был президентом США. До этого, за три года, Горбачев позволил двум Германиям объединиться, и Берлинская стена палы. Фактически закончилась холодная война. Президент Бурш решил, что пришло время избавиться от всех тактических сил на территории США. Это означает, что примерно половина наших размещенных военных средств должны были быть свернуты и уничтожены в одностороннем порядке. Это был самый решающий шаг на пути ядерного разоружения в истории человеческой. Я видел, как военный корабль «Принстон» вошел в гавань. Это был военный корабль, который являлся носителем «Тамагавка». Ракета «Тамагавка» капитан корабля должен был при великой осторожности обращаться с тем ядерным оружием, которое размечалось на борту этого военного корабля. Дело в том, что ядерное оружие располагалось фактически на виду у всех. Но мы знаем сейчас, что все, с этим оружием покончено. Теперь команда этих кораблей может выполнять свои задачи значительно спокойнее, зная, что на борту их корабля не находится ядерное оружие. Буш очень аккуратно выбрал момент для объявления об этом событии. В это время шла борьба с табачной компанией. И средства массовой информации, в общем-то, сосредоточились на борьбе с табачной компанией. И никто не обратил внимания на этот исторический момент по свертыванию программы. Вот четыре примера, исторических примеров, которые убеждают меня в том, что односторонние действия оказываются более эффективны, чем многосторонние переговоры. Потому что это позволяет нам двигаться вперед и делать решительный шаг в сторону разрушения. Но и тот, и другой способ необходимо опробовать, испытывать на практике. В 2006 году Макс Тэмплмен, который был вместе с Реганом в Рикявике и участвовал в переговорах по сокращению вооружения, вместе с Генриком Ессинджером и другими важными советниками опубликовали совместное заявление о том, что необходимо делать шаг в сокращении ядерного оружия. Оружие. Это поставлено в главу главнической политики США. Они предлагают вернуться к тому, о чем шла речь в 1986 году в Рикявике. Это, как мне кажется, создаст более благоприятную атмосферу в обществе. Мне кажется, лучше всего начинать это движение в одностороннем порядке. Мир будет значительно более спокойным миром, если мы будем делать это. Даже если у Ирана, у Израиля и у других стран будет ядерное оружие. Даже если они не захотят присоединиться, у каждой страны есть право не присоединяться или присоединиться в последний момент. Но самое важное, чтобы это происходило. Главным препятствием заключается в том, что нам необходимо убедить американскую и, соответственно, российскую публику в том, что нужно избавиться от ядерного оружия, поскольку люди считают, что ядерное оружие придаёт нам некоторую безопасность. Это подвижится на нескольких мифах. Например, миф о том, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки привела к скорейшему завершению Второй мировой войны. Недавние исследования убедили меня, что этот миф не соответствует действительности. Чрезвычайно важное доказательство содержится в имперском рескрипте императора Хирохита к его вооружённым силам в 1948 году о том, чтобы они сдались. И здесь не упоминается атомная бомбардировка. Положение в 1945 году и отношения между Японией и Китаем были таковы, что он хорошо знал свою историю китайско-японских отношений. В 1937 году Япония вторгла с Китаем, она победила Китай и оккупировала Манчжурию. Затем, простите, в конце 19 века Россия вступила в войну. В конце 19 века Россия основала свой военный порт в Китае, порт Артур, что в результате привело к войне между Россией и Японией. Японии удалось победить Россию, однако её отношения с другими западными державами оставались неравноправными, и это унижало достоинства Японии. Однако Япония всегда понимала, насколько мощной противником является Россия и Советский Союз. Поэтому в 1945 году Япония сдалась прежде всего потому, что Советский Союз объявил ей войну, а не из-за атомных бомбардировок. Есть ещё один миф. Утверждается, что если бы у Гитлера было ядерное оружие, то он победил бы в войне. Я думаю, что на самом деле это не так. Да, он использовал бы это оружие для того, чтобы появить множество людей в Лондоне и в Москве. Может быть, погибли бы мы и вы, но наши солдаты, тем не менее, победили бы его в 1945 году. Есть ещё один миф, что изобретение водородной бомбы привело к изменению самой природы войны. Но если мы посмотрим на те атомные бомбы, которые есть у нас в наших запасах, то мы увидим, что они ничем не отличаются от тех, которые мы были бы, если бы водородная бомба не была бы изобретена. Есть ещё один миф о том, что международный договор, который невозможно, выполнение которого невозможно проверить, был бы бесполезным. Однако многие из международных договоров невозможно проверить. Тем не менее, они достигают своей цели. Например, договор 1817 года, который позволил сохранять мир на американо-канадской границе. Поэтому нет убедительных доводов для того, чтобы сохранять атомное оружие. Но для того, чтобы избавиться от него, все миролюбивые граждане, как гражданское население, так и военнослужащие, должны сделать всё, что от них зависит. Моё время истекло, и я сейчас не буду пытаться подделать резюме всего того, что я вам сейчас рассказал. Но главный урок, который бы мне хотелось довести до вашего сведения, это то, что отдалённое будущее не является, не предрешено. Оно в ваших руках. Все наши нынешние модные беспокойства, все наши господствующие догмы, возможно, устареют через 2-3 года. И мои ереси, может быть, тоже в скором времени устареют. Будущее находится в руках наших детей и внуков. Мы должны дать им свободу, чтобы они создавали свои собственные ереси. Спасибо. Спасибо. Вопрос заключается в том, что вы думаете об отношениях искусственного и естественного интеллекта. Но это проблема, по которой я также не являюсь экспертом. Но для меня абсолютно ясно, что вообще все эти разговоры об искусственном интеллекте сильно преувеличены. 50 лет назад нам сказали, что компьютеры будут такими же умными, как люди, но этого не произошло. И я не думаю, что это произойдет в ближайшие 50 лет, но не могу дать вам никаких... 50 лет назад говорили, что компьютеры будут такими же умными, как люди, но я не думаю, что это случится в обозримом будущем в ближайшие 50 лет. Я думаю, что компьютеры, конечно, будут развиваться, но вряд ли дойдут до такого уровня, как человеческий разум. Может быть, лучше всего было бы избавиться от ядерного оружия? Избавиться от него и использовать ядерную начинку в качестве топлива, например, для ракет или ракетного корабля типа Орион. Да, я могу немножко объяснить по поводу Ориона. Ориона — это проект, которым я занималась примерно 50 лет назад. Это проект, где мы говорили о строительстве космического корабля и использовании ядерного топлива для этого космического корабля. Да, да, действительно, это была бы замечательная возможность избавиться от всего ядерного оружия, но было принято политическое решение, и этот космический корабль так никогда и не полетел. Большое спасибо, профессор, за вашу очень интересную лекцию, за вашу позицию, скептическую позицию относительно глобального потепления и вашей мысли по преддарвенской эволюции. Несколько лет назад Андрей Сахаров написал и предиславил вашей книге «Беспокойная вселенная». Эта книга появилась здесь, и мой вопрос такой. Было несколько вопросов, которые поднял Сахаров, например, о всемирном правительстве и исключительно независимых правительствах или, скажем так, администрации всего человечества. Вот у меня такой вопрос мой таков. Прошло 30 лет, когда мы видим, что права человека поднимаются на щит и становятся основными правилами жизни, есть ли способ, есть ли возможность создать универсальное или вселенское правительство, согласны ли вы с тем, что полова человека является основой создания более безопасного мира? Фактически это два вопроса. Во-первых, существует ли постепенный подход к международным принципам создания какого-то международного правительства. Честно говоря, не знаю ничего об этом, но, как мне кажется, что-то делается в этом направлении, какие-то подвижки есть. Помимо этого, мы все знаем, что маленькие страны находятся под лучшим управлением, чем крупные страны. У них есть преимущество, есть некое преимущество жизни в маленькой стране. И поэтому мне кажется, что мир останется разделенным на небольшие страны. Но поживем и увидим, конечно, мне кажется, нет никакого принципиального различия идти в эту сторону или в другую. Но вы правы в том, что принципы должны соблюдаться, и это то, что происходит. И это позволяет нам двигаться в указанном вами направлении создания международного сообщества. И этому и способствуют права человека. Да, это то, что я поддерживаю, безусловно. Но, как мне кажется, я тут ничего оригинального сказать не могу. Я хотел бы обсудить и не согласиться с вами по вопросу сокращения ядерного оружия. Я не согласен с вами в том, что ядерное оружие является наибольшей угрозой человечеству. Что происходит ухудшение отношений, например, Индии и Пакистан, которые находились в состоянии противостояния в несколько десятилетий. Потом мы объявили о том, что у обеих стран есть ядерное оружие. И, как так мне кажется, эти страны просто прекратили бы свое существование буквально в течение нескольких часов, если бы объявили об отказе от ядерного оружия. Разные страны, которые отказались от вступления в игру, в ядерную игру, процветают. И, в общем-то, нельзя сказать, что они находятся в какой-то явной, подвергаются какой-то явной угрозе. Всегда можно сказать, что ядерное оружие – это опасная игра. Есть замечательный пример страны, которая избавилась от своего ядерного оружия. Это ЮАР. И живет тихо и мирно Южная Африка. Это страна, которая в последние 20 лет сыграла замечательную, потрясающую роль, как в плане распространения прав человека, так и внесла свой вклад в программу сокращения ядерного оружия. Они избавились от своего ядерного оружия. Я поблагодарю вас за замечательный теоретический доклад. Хочу спросить вас, знакомы ли вы с не менее теоретическими идеями замечательного русского ученого Владимира Ивановича Градатского по новосфере, которая, по-моему, соответствует вашему будущему? Своя реакция есть. Ответ – да. Прошу прощения, я не вспомнила его в своей лекции, но да, могу наверстать свой пробел упущенный. У меня вопрос о будущем, потому что сейчас много исследований ведется в области мозга человека и о том, о связи с агрессией, какая связь между агрессией и разумом. Мы не видим другие цивилизации, потому что это более прогрессивные цивилизации, и агрессия их просто может уничтожить. Но что будет происходить, что может произойти, если у нас не будет оружия? Может быть, наша замечательная планета, наша красивая планета столкнется с другой цивилизацией, более агрессивная. Или агрессия будет направлена из космического пространства. И поэтому мне кажется, что нам нужно какое-то оружие для того, чтобы предотвратить эту угрозу. Это агрессия, агрессия из космического пространства. Потому что мне кажется, что угроза идет оттуда. И необходимо иметь защиту от этой угрозы. Как вы думаете? Мой ответ – я не знаю. Что касается других цивилизаций, мне кажется, у нас будет время познакомиться с ними поближе, прежде чем они нас уничтожат. Поэтому подготовиться к этому заранее невозможно. Я не думаю, что с встречи с внеземными телевизациями будет неожиданный такой сюрприз. Это нечто, с чем можно познакомиться заранее. И может, тогда и решим, как защищать себя, если это необходимо. И нет необходимо скапливать огромное количество вооружения, для того, чтобы воспользоваться им вовремя. Неизбежный вопрос к лауреатуру Тенкуновской премии. Как по вашему мнению, совместимо ли религиозное мировозрение с научным, ванношим, ванношим, ванношим? Да, безусловно. Но все зависит от самого человека. Потому что многие ученые и в прошлом, и сейчас являются верующими, глубоко верующими людьми. Но мы все знаем, у людей разные убеждения. Поэтому такое общее огульное утверждение я бы сказал. Например, Исаак Ньютон. Исаак Ньютон, мы знаем его размышления очень хорошо, потому что он оставил свои размышления о религии и о науке. Мы знаем, что эти два убеждения не являются несовместимыми. Мы верим, мы знаем и его религиозные убеждения, и мы знаем его научные убеждения. Религия — это личное убеждение, наука — это, скажем так, безличные убеждения. Но это возможно, такое возможно сочетание в одном человеке. Господин Дайсон, у меня вопрос. Относительно ваших ожиданий, ожиданий прогресса в сфере биотехнологий. Такие же аналогичные ожидания были связаны с промышленным развитием. Говорили о том, что все будут богатыми и здоровыми. Но вот началась промышленная революция, и все связывали новые ожидания с развитием компьютерных технологий. И видим, что все эти, и те, и другие большие надежды несостоятельными оказались. Более того, уровень неравенства в нашем мире на настоящий момент оказался беспрецедентным. Не боитесь ли вы, что развитие биотехнологий лишь увеличит разрыв между бедными и богатыми, увеличит разрыв между уровнями образования? Да, конечно, есть такая опасность. И мы можем ожидать такого будущего, в котором только у богатых людей будут лучше гены. И это приведет к той модели, которую Уэллс изобразил в романе «Машина времени», когда есть две породы людей. У богатых, так называемых, хорошие гены, а у бедных плохие. Это, конечно, возможный результат. Мы должны сделать все, чтобы избежать его. И в этом-то и заключается основная опасность биотехнологии, если она будет сочетаться с экономическим неравенством. Поэтому я бы сказал, что одним из главных принципов должно быть предоставление равного доступа всех людей к биотехнологиям. Если этот доступ не будет равным, его просто нельзя разрешать. Но, конечно, здесь понадобится бороться. Нам нужно бороться за это. А здесь вот вопрос. Я хочу спросить о глобальном потеплении. Насколько я знаю, есть много людей, которые поддерживают идею глобального потепления. Но я также знаю о многих людей, которые скептически его воспринимают. К сожалению, дискуссия напоминает диалог глухих. Сторонники и противники глобального потепления выражают свое собственное мнение, но они пытаются выслушать другую сторону. Как вы отнеслись к идее проявления международно-научной конференции, которая бы собрала сторонников и противников людей? Поддержали бы вы своим авторитетом эту конференцию? Поддержали бы вы ее своим именем? Я не очень хочу быть политиком. К сожалению, вопрос глобального потепления стал политическим. Вы считаете, что научного вопроса вообще нет? Нет, есть научный вопрос, и я был бы рад обсудить научные вопросы, но это трудно. Я имею в виду именно научную конференцию, а не политическую. Но трудность заключается в том, что наука и политика здесь оказались перепутаны между собой. Профессор Дайсон, во-первых, большое вам спасибо за замечательную лекцию и за действительно прекрасную вашу жизнь в науке. Я так счастлив, что это было так долго, и что мы теперь можем видеть вас и слышать вас в реальной жизни. Я хочу спросить вас, почему вы не упомянули самую юридическую из ваших идей. Это страх Дайсона, это Дайсоновский сценарий Вселенной и все тому подобное. Но прежде всего, потому что меня попросили не говорить больше часа, поэтому мне пришлось выбирать. Ну, я хочу задать вопрос о том, как можем мы использовать, как можем мы не допустить неправильного использования биотехнологии, используя их во зло. Ну-ка, ответ заключается в том, что это дело юристов и правозащитных органов. Во многих странах у нас уже есть очень хорошие законы, жесткие законы против опытов над людьми. Они регулируют опыты над людьми. Я считаю, что и благодаря этому биология не используется во зло людям, но необходимо, чтобы эти законы должным образом исполнялись. Там, где они исполняются, то врачи, которых нарушают, сажают в тюрьму. Так что все, в общем-то, правильно. Но все вопросы, касающиеся применения биотехнологий к животным, растениям, к биосфере, здесь гораздо больше пробелов, но это уже вопрос права, и я не являюсь экспертом в этой области. Но я думаю, что лучше всего не пытаться принимать нормы, которые носили бы слишком общий характер. Например, если вы решите, что генетически модифицированная пища недоступна, недопустима, должна быть недопустима, то было бы очень плохо принимать закон, запрещающий такую пищу. Необходимо применять и применять законы, которые касаются конкретных проблем. Многие люди сегодня зависят, страдают компьютерной зависимостью, и вы об этом тоже упомянули. Как, если генная технология станет доступной, если она войдет в каждый дом, если она станет доступной домохозяйкам, не станет ли она источником такой же зависимости, ответ да. Я думаю, что было бы неплохо, чтобы люди больше испытывали бы зависимости от растений и животных. Некоторые из нас уже испытывают такую зависимость, но нам бы не повредило стать еще более зависимыми от наших братьев, меньших. господин Дайсен, вы призвали уничтожить ядерное оружие, но технологии в последнее время становятся все более доступными. В 76-м году вы были научным руководителем знаменитого атомного студента, Джона Филипса, который практически почти что создал атомную бомбу, и он в своих воспоминаниях сказал, что вы хорошо отзывали о своей работе. Скажите, насколько опасна вообще вот эта вот опасна, насколько реально опасна ядерного терроризма в будущем, и можно ли ее как-то перепройти? Сколько нам лет осталось их жить? Ну, конечно, я не знаю ответа. Это, что на этот вопрос никто не может ответить, история ответит нам на него. Но единственное, что я могу сказать, что если мы юридически избавимся от нашего ядерного оружия, то жизнь станет гораздо более безопасной, но все равно, конечно, могут быть ядерные террористы, но они не принесут такого вреда. Это все, что я могу сказать. Это такое относительное утверждение. Но это неправда. У меня никогда не было таких студентов. Это преувеличение. У меня был студент, да, это правда, который очень хорошо узнавал чужие тайны. Он удивил меня, когда он узнал очень много секретной информации, не имея допуска. Но он не создал никакого оружия. Он инженер. У него сейчас есть своя компания, которая сейчас очень неплохо живет. они проектируют запчасти к мотоциклам. Нет, нет. Профессор Дайсон, среди ваших идей есть и идеи, касающиеся милитаризации, тенденции милитаризации в биологии. Не могли бы поподробнее рассказать об этом? И мне особенно непонятно. Вы говорите здесь о генетике, которая осуществляется целенаправленно и разумно. Так в чем же причина ее милитаризации и увеличения живых существ? Но этот вопрос должны решать конкретные люди. я не говорю, что какая-то конкретная программа имеет смысл. Я просто говорю, что когда эта технология становится доступной людям, то люди начнут искать ее применение. Я им не указываю, как они должны ее использовать. хорошо, извините, если я вас я жалею, что я не услышал о космосе, о ваших ересах, связанных с космосом. Что у нас насчет космоса? Как вы смотрите на инженерии климата и развитие космической техники? Ну, по поводу космоса я не могу сказать ничего нового. Все зависит от того, будет ли у нас дешевая система общественного транспорта, которая позволит подниматься с земли в космос и будет ли это путешествие стоить так, столько, что большинство людей сможет позволить себе это. Мы должны перейти от индивидуальных космических кораблей к общественному транспорту в космосе. Так же, как это произошло, скажем, с автомашинами или самолетами. То есть, нужно сделать космические путешествия настолько дешевыми, чтобы можно было создать общественный транспорт в космосе. Я не знаю, сколько времени на это уйдет, может быть, 50 лет, может быть, 100, но мы знаем, что с технической точки зрения это достижимо. Ну, как и с любым крупным предприятием, все это должно начаться в небольших масштабах и достигнуть крупных масштабах. Стадия роста будет, естественно, сложной. не буду вдаваться в детали здесь, но я бы сказала, что да, возможно, это правильная идея с математической точки зрения. Она вполне последовательная, но, как мне кажется, у нее нет никакого практического применения. То есть, у этой теории нет никаких практических последствий и применения. профессор Дайсон, я хотела бы поблагодарить вас за вклад в нашу цивилизацию, не только за вклад в науку. И мой вопрос это, можно ли возникнуть государство, большое государство без коррупции? Ну, думаю, об этом говорить даже и не стоит. Я не историк. Есть, наверное, некоторые исторические примеры в этой области. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»